Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Мало кто знает, что в то время бок о бок с солдатами гордо и отважно сражались братья наши меньшие. Животные – незаметные герои войны. Именно так называлась познавательная часть программы, которую подготовили сотрудники Расторгуевской библиотеки для воспитанников психоневрологического интерната из села Остров. Тащить взрослого человека, конечно, очень тяжело. И вот лошадки помогали перевозить раненых. Лошади также перевозили полевую кухню. Солдат не может воевать, если он голодный. Его надо обязательно кормить. Заведующая библиотекой Татьяна Назарова в своей презентации, основанной на фотоматериалах военного времени, рассказала о том, что лошади, собаки, кошки, голуби, как и люди, совершали подвиги и как настоящие герои спасали тысячи человеческих жизней. Уже давно проводится очень много встреч. У нас общий план составлен с ЦСО «Вера». Я как волонтер хожу туда и провожу беседы, показываю презентации. И вот сейчас мы снимаем ролики про героя. Выставка, опять же, у нас книг в библиотеке. Очень пользуется большой популярностью, потому что книг очень много. Она так называется – 75 книг о войне и победе. Их действительно 75. После ознакомительной части была проведена небольшая викторина. В слове спряталось слово «Ура». И вы должны будете несколько слов буквально отгадать. Разрушительный вид. Ураган. Ураган. Умница. Далее для участников мероприятия был организован мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню Защитника Отечества. Он очень прост в исполнении и достаточно ярко. А вот, насколько я знаю, этот контингент, с которым мы будем сегодня работать, они любят все, чтобы было ярко, красиво и празднично достаточно. Ну и потому что у нас сегодня мы готовимся заранее к празднику 23 февраля, чтобы порадовать тех мужчин, с которыми они вместе находятся в интернате. Из одного листочка у нас будет шея. Посмотрите, пожалуйста, видно шею? А из второго мы сейчас с вами будем вырезать нос. Вооружившись цветной бумагой, клеем и карандашами, следуя инструкции, девушки смогли смастерить уникальную подделку к празднику своими руками. Мне больше всего понравился сам процесс рисования, то, как мы это все делали. Ну, я старалась. Так как я вообще умею рисовать и по профессии дизайнер, то все было легко. Наши проживающие с удовольствием выезжают на эти мероприятия, где им рассказывают по заданной тематике определенный материал, и проводятся мастер-классы. Девочки с удовольствием принимают участие и ждут с нетерпением такие мероприятия. Такие тематические встречи для воспитанников психоневрологического интерната проходят регулярно. Это один из основных методов реабилитации. Благодаря ему расширяется кругозор и повышаются способности к адаптации в социуме.